У Любавического Рэба не было своих детей, однако все дети были его детьми. В течение всего времени своего руководства он уделял особое внимание нужным и развитию молодого поколения. Драгоценный дар, который Бог надарил нас – это дети. От того, как родители будут воспитывать ребенка, зависит не только его жизнь, но и жизнь его детей и внуков. Каждое качество ребенка обусловлено определенной причиной того, как воспитывали его в детстве. Все дети обладают неограниченными возможностями и большим потенциалом для последующей жизни. Очень важно понять, кем являются дети на самом деле, и не принимать их за тех, кем они нам кажутся. Если взрослый человек формируется людьми, обществом, то ребенок формируется Богом. Благодаря своей наивности и чистоте дети стоят ближе к Богу, чем взрослые люди. Поэтому Великая Тайна Детства заключается не в том, что наши дети должны узнать от нас многое, а в том, что мы должны узнать от них. Не появлялась ли у вас когда-нибудь мысль о том, что лучше бы мы были созданы сразу взрослыми, что лучше бы мы сразу могли работать и обеспечивать себя? Однако дело заключается в том, что само детство – это превосходный урок. Ребенок искренне непорочен, и эта непорочность является основой жизни. Родившись взрослыми, уже подготовленными к жизни и борьбе, мы никогда бы не испытали волшебной силы детства – свободы смотреть на жизнь с широко открытыми глазами. И предвзято. Детство дает каждому из нас шанс парить в мире возвышенного. В следующем нам придется с трудом пробиваться через земной мир. Восприимчивость ребенка, его простая вера приходит из самой глубины, из чистого источника, из самой сущности души. Особенно внимательно вы должны отнестись к воспитанию в ребенке чувства божественности и духовности. Дети обладают чудесной способностью понимать и принимать видимый мир. Им свойственно глубокая жажда возвышенного, духовного и естественного чувства изумляться и верить. Дайте свободу детскому воображению, ибо с помощью его ребенок осознает, что мы все являемся частью чего-то более великого, более значительного, чем мы сами. Вы должны помнить, что ребенок – это уязвимое и впечатлительное создание, доверенное в наши руки. Следует учитывать два противоположных элемента в природе ребенка – любознательность, интерес к учебе с одной стороны, и дух легкомыслия, отсутствие серьезности с другой. Наша задача стоит в том, чтобы признать эти факторы и стремиться их уравновесить. Чрезмерная озабоченность родителей или воспитателей дисциплиной может лишить ребенка свободного духа. В то же время мы не можем быть настолько снисходительными, чтобы позволить ребенку идти, куда ему заблагорассудится. При этом главной составляющей формирования хорошего поведения является правда. Если вы помните, что ребенок – это божий дар, вопрос о том, как обращаться с ним, значительно упрощается. Ребенок не принадлежит вам, он принадлежит Богу. Бог доверил вам его защиту и воспитание. Реже, чем наказывать ребенка, вы должны серьезно подумать, делаю я это в интересах ребенка или потому, что он меня рассердил. Во всех случаях лучше поощрить хорошее поведение, чем затем быть вынужденными прибегнуть к наказанию за плохое. Даже если требуется наладить дисциплину, делать это следует с тактом и любовью. Помните, причинив боль ребенку, вы тем самым причиняете боль Богу. Устрашение детей, которые маскируются под требование поддерживать дисциплину, является вызовом Богу, который просил нас заботиться об этих драгоценных душах с осторожностью и нежностью. Чему мы можем научиться у детей? Кроме чистоты и простодушия, ребенок обладает рядом других качеств, которые нам, взрослым, следует научиться у него. Обратите внимание на чувство полного изумления, с каким он открывает нечто новое для себя. Почему мы помним то, что учили в детстве, и с трудом вспоминаем прочитанное вчера? Детский ум чрезвычайно плодотворен, и к нему надо относиться как можно более бережно и с уважением. Известно, что ребенок отличается высокой целеустремленностью. Будучи чем-то занятым, ребенок полностью погружается в это дело. Он способен зазредотачиваться так, чтобы полностью воспринять данный момент в его истинном виде. Необходимо учитывать и другую сторону этой целеустремленности. Полагая, что родители и весь остальной мир созданы исключительно для удовлетворения его потребностей, ребенок может вообразить, что он представляет собой центр мира. Вредные последствия подобной позиции очевидны. Конечно, важной целью воспитания, помимо усиления присущих ребенку положительных качеств, является искоренение всего негативного из его базисного поведения. Но в эгоцентричности есть и положительные стороны. Ребенок уверен, что его существование имеет смысл, а его дела – результат. Мы должны культивировать ребенку убежденность, что все наши мысли и дела имеют реальное и даже глобальное значение. Учит Рамбам, что каждый еврей должен представлять мир, находящийся на весах в состоянии равновесия. На одной чаше весов – заслуги, а на другой – провинности. Одним хорошим поступком мы можем встанить в чашу весов и перевести избавление всему миру. Детство – это единственный период в жизни человека, когда он свободен от забот, связанных с борьбой за существование. Это единственная возможность посвятить себя изучению системы ценностей, через которую просеивается весь жизненный опыт. И мы не должны волноваться по поводу того, что ум ребенка подвергается чрезмерной, как нам кажется, нагрузке. Лучше познавать больше и не все усвоить, чем позволить ему оставаться бездеятельным. В первую очередь, ребенка следует обучить основе жизни, различию между добром и злом, справедливостью и несправедливостью. Это знание задаст правильное направление остальным занятиям ребенка и его выбору в жизни. Когда вы уделяете время своему и любому другому ребенку, не относитесь к этому легкомысленно. Не забывайте, что Бог послал вам этот дар для того, чтобы вы воспитывали его, заботились о нем, прививали ему добрые навыки, объясняли ему различия между добром и злом. Ваше отношение к ребенку и те способности, которые вы разовьете в нем, будут иметь решающее значение для его последующей жизни и его влияния на общество. Однажды в Пуре, во время чтения свитка Эстер, в синагоге любаяческого рэба, дети сделались неуправляемыми, стоял невообразимый шум. Некоторые взрослые возмутились, они не слышали ни слова из чтения свитка. Рэба выступил в защиту увлеченных сорванцов. Конечно, взрослые желают слышать чтение, но не стоит пренебрегать и желанием Бога насладиться энтузиазмом детей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова